Перехожу к теме, о которой Ирина Дерюгина практически во всех интервью говорить отказывается. Тем не менее, всё равно люди, которые сидят перед экраном, их это интересует, их это волнует, и мы не можем эту тему всё равно обойти стороной. В конце 70-х годов, это был 79-й год, если я помню правильно, в 79-м году весь Советский Союз бурно переживал брак всенародных любимцев Олега Блохина и Ирины Дерюгиной. По различным организациям, по школам, университетам кочевали фотографии. Вот они идут в ЗАГС, вот они уже выходят из ЗАГСа. Все шептались, что лично Щербицкий их пригласил, поздравил, благословил. Позже Олег в своей книге написал о том, что это был брак по любви. Написал, как вы встретились, как вы протанцевали всю ночь, новогоднюю ночь, как вас мамы отпускали и так далее. Что это было с позицией сегодняшнего дня? Это была любовь, взаимное притяжение? Что это? Нет, ну любовь была, конечно. Сначала была любовь, а потом... Возникла случайно любовь или вы присматривались друг к другу долго? Я не знаю даже как-то. Разве можно это объяснить? Ну как, Олег позвонил, да? Или наоборот, Ира позвонила Олегу? Да. Да вы знаете, столько уже об этом написано, что даже не хочется об этом говорить. Тем более, не хочу. Были нормальные чувства, я это могу сказать. А потом, в общем-то, как-то, наверное, просто Олегу нужна была другая женщина. Так я, наверное, могу сказать. Но когда Олег уехал играть в Грецию, я помню, какие героические усилия ты предпринимала для того, чтобы у него всё сложилось. Как его не отпускали, как не давали снять погоны и так далее. Что тогда Ирина Дерюгина вынесла и сколько она... Вы знаете, это, Дим, я об этом никогда, в общем-то, не гордилась. Потому что для меня я вообще человек такой, в общем-то, могу говорить, такой честный. Я с несправедливостью борюсь. И мне не жалко своих сил, в общем-то. Но то, чтобы любую несправедливость, в общем-то, как-то доказать. Вот. И, не знаю, я же для любого человека это делала. Мне было приятно это сделать, я это делала. И не только это. Правильно ли было, с точки зрения сегодняшней Ирины Ивановны, правильно ли было отпускать мужа за границу? И понимала ли ты, что это может быть начало-конца? Ну, жизнь так сложилась. Нет жалости сегодня? Что сложилось именно так, а не иначе? Абсолютно. Когда Олега обнародовал в прессе, что у него есть новая жена, и у него появилось двое детей, ничего не кольнуло? Абсолютно. Сегодня, когда вы встречаетесь с Олегом, вы встречаетесь как родные люди? А мы вообще не встречаемся. А мы вообще не встречаемся. Тем не менее, я видел, как на день рождения к Олегу заглянула на огонёк мама Альбина Николаевна, поцеловала его, поздравила, и так со стороны казалось, что между ними очень доверительные, дружеские, тёплые отношения. Ну, моя мама просто вообще очень, ну, как это, с пониманием вообще ко всему относится, и, в общем-то, для неё Олег не был, как это, далёким человеком, был близким, и, в общем-то, поэтому она как-то всегда с пониманием к этому относится. Ты говоришь, мы не встречаемся, но, тем не менее, вы люди известны, и наверняка бывают приёмы, вечера, когда вы можете теоретически встретиться. Да, но не получается. А если получится, что вы скажете друг другу при встрече? Наверное, поздороваемся, больше ничего.